Часик, радачи, верфлады, хиганы. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы с бабушкой. Если у вас есть вопросы, задавайте на АСК, все ссылки в описании. Итак, как звучит вопрос 2. Внимание. Хигант, привет. Я встречался с девушкой около месяца, и в конце наших отношений узнал, что она мне изменила за деньги 3000 рублей. После этого хотел простить её, но неожиданно для себя понял, что она меня не любит. Потом мы расстались, но чувства к ней остались. Как можно разлюбить её по скриптам? Она постоянно врала. Как можно разлюбить? Да очень просто. Ну как, очень просто? Да, изменяла, врала ему. Ну, кто ж такую девушку любит? Ну, так ба, он же написал, что за 3000 рублей она его продала. Ну, так и после этого её любить? Ну, ба, многие пишут, вот, я там люблю и всё такое. Ну, как, как, ба, что ты посоветуешь, как можно её разлюбить? Очень просто. Не видеть её, не встречаться с нею. Так. И постепенно, постепенно, а ещё лучше найти другую девушку. Ба, а вдруг она его тоже... Ну, тоже и тоже её. Ну, а что ж, пока, как Аллегрова, мать Аллегровой говорила... Ерке? Да. Сколько она раз выходила замуж? А сколько? Говорит, пусть, ну, бесчётно. Пусть выходит 99. На 100-й всё равно попадётся хороший муж. Дагба, это называется промискуитет. Как у животных, когда то с одним, то с вторым... Ну, она ж так не делала, а замуж выходила. Но попадались вот такие ненормальные. То есть ты советуешь искать? Да, другую девушку найти и быстро забудется это всё и... Ну, смотри, ба, тут можно подойти ещё с другой стороны. Дагба, если проблема в нём, что необходимо изменить ему, чтобы... Ну, так не попадаться в такой просад? Ну, сейчас и девки такие, и ребята тоже не лучше. Какие такие? Ну, вот ребята-хлюпики, нету, что-то такой вот. Бесхарактерный, бесхребетный. Да. Стержни нема, нема подчёркиваю. Да, да, да. Я так хочу услышать. Ну, 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 ну. Ну, и что? Это тоже по телевизору говорят? Да по телевизору показывает, он чуть ли не голых девок. Разве то девка. Разве то девка, если... Ну, чуть ли не голая, чуть ли не голая. Ну, ну, когда это такое было? А разве в СССР такого не было? Не было. Да боже спаси. Ну, вот раньше, посмотри, ба, ты пришла домой, кайлом помахала маленько. Пришла, включила телевизор. У вас же был телевизор? Конечно. В каком году у вас появился телевизор? В 57-м, по-моему. Нифига себе, это что? Когда появились телевизоры, у нас появился... А он же дорого, наверное, стоил? Ну, да не знаю, даже не помню. А как назывался? Ну, так и просто... А, ну, в 57-м. А в 57-м это у сестры у моей появился. А я еще тогда не замужем была. У нас появился в 60-м. Ага. Когда я замуж вышла, когда мы построили дом, тогда у нас появился телевизор. Ну, наверное, когда появился телевизор, небось, вся округа сбегалась смотреть. Ничего подобного. К нам никто не бегал. Мы до сестры ходили, смотрели. У них только был телевизор. А как назывался, я не знаю? Март. Рекорд. Рекорд. Я помню этот телевизор, он там когда-то стоял, да. И что? И что ты пришла после работы, и что там было интересного по телевизору? Тогда такое же не показывали. Тогда показывали фильм. Фильм один. Фильм. Вот, посмотрели фильм и пошли. Эротические? Какие эротические? Художественные. Ну и какие? А трех танкистов? Да не помню. Ну при чем тут этот... Не, ну о чем фильмы-то шли? Ну, а там, о любви, о... Может, о войне даже. Тогда же война кончилась. В 45-м прошло немного времени после войны. А новости показывали? Новости показывали, а как же? Ну и что, ба, это ж скучно. Ну, мало ли, что скучно. Тогда не было скучно. Тогда ходили на танцы молодежь, развлекалась. Так что... Да развлекалась, ба, я же тебе говорю, бухали, наверное. Ой, да прям бухали. Тогда бухало, не было. Как это не было, ба? Ну... А водочка по 3,62. Порт венча порублю 2. Фу, ба, это ж какая мерзость, ужасно. Ну, пилишь. Фу, фу, у меня же тошнит, я не знаю, рвотные позывы. Ну, я же говорю, бонарно скучно было, ужасно. Ничего не скучно. Все, наоборот. Сейчас скука, вот. Молодежи некуда деться. Некуда деться. Не знаю, где он познакомился с этой дурой. Вот этот парень. И влюбился так, что не может забыть ее. За 3 тысячи рублей. Ну, ну и как вы развлекались? Ходили на танцы. Суббота, воскресенье. Пел Трошин. Артист. Легендарный. Аж сюда доносилась. Там сплощадка была, летняя там сплощадка. И там включали. Суббота, суббота, хороший вечерок. Я уже это усвоил. Вот. И ходили туда на танцы. Вот там и женихов находили. А всякие ночные клубы? А тогда их не было, ночных клубов. Дискотек не было. Дискотека, это вот это ж. На танцплощадку приходили и танцевали. Вот тебе и дискотека. Так раньше ж рэпчика не было бы. Не было. Никаких рэпчиков твоих. А как же тогда молодежь развлекалась? Ну, грубо говоря, что делало быдло без рэпчика? Ну, что это, значит, было? Ну, люди не обременённые интеллектом. А рэпчик это обременённые интеллектом? Не, 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 я бы пытался к нам подвести. Ну, раньше были такие люлячие пенсы, маргиналы. Ну, грубо говоря, люди, которые стоят вот на нижней ступени этой социальной иерархии. Алкоголики. Наркоманы были? Нет, не видела никого. Наркоманов и помене, и разговора не было. А наркоманов. Разговора не было. Только алкоголики? Алкоголики были. И как с ними ты боролась? А чего я должна с ними бороться? А я тебя подвожу, потому что ты была в ДНД. О, да тогда все в ДНД были. Расшифруй просто нашим юным зрителям, непонятно. Добровольная народная дружина. ДНД. А ты в ДШБ была? За которой давали 3 дня дополнительного отпуска. Идешь в отпуск, тебе приказ пишешь, и плюс 3 дня, предоставить отпуск на 27 дней. И плюс 3 дня за участие в добровольной народной дружине. И всего 30 дней. Хорошо, хорошо. То есть объясни, что это значит? Это модус операнди, то есть схему действий. Что это такое? Как же? Ну, что из себя представляет это ДНД? Ну, одинаково, как и милиция. И что, и какие у тебя права были? То есть ты после работы, я так понимаю, да? Ну, не после работы, часу 7, наверное. Так. Часу 7. Вот там у нас опорный пункт назывался. Ага. Вот туда сходились. И там дежурили. Вдруг где-то какой-то звонок, какой-то крикают на помощь. И подожди, у тебя были какие-то полномочия? Конечно. То есть что, ты могла применять табельное оружие? У меня? О, табельное, ты уже табельный. Какое табельное? Полномочия были, корочка была. И что ты с этой корочкой могла сделать? Удостоверение ДНД. Ну, у тебя ДНД, ДШБ были, я не знаю, может быть, дубинал какой-нибудь. Ну, то есть какое-то оружие. Да никакого оружия, кто тебе дать в то время оружие. И сейчас тебе не дадут. Несмотря на то, что его везде полно. Я понял. А как тогда тебе было необходимо по инструкции обезвредить нарушителя и гибошира? Сверзать его и всё. Я не одна, а целое это. А тебе же надо его как-то скрутить? Скрутить. Там мужчины здоровые были им и не очень. И женщины запросто скрутили. Я же уже не одна, а человек 10, наверное, дежурит. То есть, Ба, ты хочешь сказать, что раньше было веселее, жизнь была лучше, было веселее? Конечно. Конечно. Ну, всего бы вышесказанного, вышеперечисленного. А что-то особого безудержного веселья. Зато даже ходили в кинотеатры. Уже один ты не пойдёшь, а с кем-то. Собирались и ходили. Фильм посмотришь какой-то. Потом погуляешь после фильма. По городу погуляешь. Ну, а что? Тем более, что давали билеты в принудительном порядке. В принудительном порядке. Театры и в кино. И вот соберёмся и в театр. Это ж хорошо. А сейчас, что вы видите, ты был в театре хоть раз? Был. Когда? Когда? В третьем классе, наверное. Нет, нет. Бывал, бывал. Ну, если в школу вспоминать, то мы там, значит, брали литровую баклажку с пивом. Туда такой вот шланг, вот как у тебя на самогонном аппарате был. Его в карман пива так засовываешь, в внутренний карман. Через рукав протягиваешь этот шланг и сидишь вот так вот. И пиво пьёшь в театре. А ещё классная руководительница возмущалась. Говорит, ой-ой-ой, почему так пивом пахнет, но никто вроде не пьёт. Нежно. Ба, ладно, что-то мы отвлеклись. И всё-таки давай по теме будем завершать. Что ты можешь посоветовать нашим юным зрителям? Ну, вот, лично этому парню быть мужественным. Найти себе другую деваху красивую и хорошую. И быстро это всё забудется. Сколько их ходит он, сколько их не замужем. Девочек, молодых. Да, боже мой, ещё за эту шваль вот переживать, которая продаётся за деньги. За три тысячи рублей она продаётся. И о ней вообще разговор не надо. Забудь её и не веди разговор о ней. Не то, что мириться с нею, а вообще выбросить из головы. Это, конечно, всё прекрасно. Почему ты говоришь, найди именно молодую, красивую? А как же, там, горбатенькие какие-нибудь? А, горбатенькая, пусть себе горбатенького ищут. Ну, баба, мне кажется, это атовизм патриархата. Нет. Тебе не кажется, что вот в тебе это говорит патриархальное твоё прошлое? Нет. Это мне не говорить. Каждый хочет себе молодую и красивую. Он, гордон, выступает мужской и женской по телевизору. Ему сколько лет? А он себе нашёл на 30 лет моложе. Да он себе хоть на 60 лет моложе может найти. Ну, так вот. Значит, каждый хочет молодую. Нет, баба, просто тебе и гордону надо в срочном порядке почекать привилегии. Почекать привилегии. Это мы с тобой отдельно потом поговорим об этом. Ну что, хиканы, если у вас есть вопросы, то задавайте все ссылки в описании. Ребят, ставьте классы, подписывайтесь на наш канал, донатите нас бабули на бичпакеты, заказывайте рекламу и сигнал. Слава, хиканам, бабуль, слава. До новых встреч. Пока. Компуктер. 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 Компуктер.